Фестиваль стартовал у стелы «Город воинской славы». В торжественной обстановке участники и организаторы фестиваля возложили цветочные корзины в дань уважения и памяти героического подвига обоих народов. Гости с удовольствием делились позитивными эмоциями и восхищались нашим уютным и зеленым городком. Это вот ощущение праздника. Как только приехал, от детьми сразу ощущается. И вы сейчас увидите на концерте, как это выплескивается эмоционально. Очень нравится тут. Сходили уже на море. Город еще пока что не посмотрели. Отлично. Боевой. Мы готовы радовать людей нашим творчеством. Мы приехали за положительными эмоциями. И мы будем сразу. У входа в городской театр ребят развлекали аниматоры в причудливых костюмах. Затем торжество переместилось в зал городского театра. Гостеприимная она повсегда рада гостям, особенно талантливым. Нам это очень приятно и более того ответственно и почетно. И мы очень рады, что вы к нам приезжаете. Вот сегодня утром наш глава Сергей Сергей Павлович задал мне конкретный вопрос. Что там с фестивалем? Кто приехал? И все ли довольны? Все ли хорошо устроились? Ну-ка скажите мне, артисты, вы все хорошо устроились? Да! Всем довольны? Да! Сотни детских голосов, разных оттенков и темпров зазвучали со сцены. И раскрасили эмоциями лица пришедших гостей. А ими стали ребята, приехавшие на отдых в здравнице курорта. Концерт посвятили теме интернета. С помощью ведущей и ее помощников зрители перемещались во времени и пространстве, приглашая на сцену солистов и творческие коллективы двух стран. Фестивальная неделя будет наполнена яркими концертными программами, мастер-классами, творческими конкурсами и дружескими встречами. В рамках фестиваля ребята встретятся с детскими писателями, композиторами, заслуженными деятелями искусств России. Закрытие фестиваля творчества юных состоится 24 августа в «Жемчужине России».